Современные автомобили нашпигованы вспомогательными системами, которые призваны приходить на помощь водителю в опасных ситуациях. Например, система электронной стабилизации ESP способна управлять колесами и оборотами двигателя вне зависимости от положения руля и педали газа. А мы покажем, что должен делать сам водитель в случае заноса автомобиля. А поможет нам в этом специальный тренажер Skid Car, который имитирует условия плохого сцепления с дорожным покрытием. В любой момент водитель оказывается за рулем автомобиля, который может полностью потерять сцепление с дорогой. Главная задача этого тренажера – испугать водителя, показать, как внезапно может возникнуть критическая ситуация. И пусть лучше это случится на полигоне, чем на встречной полосе. В Швеции без занятия за рулем такого тренажера не выдают водительское удостоверение. Сегодня мы поговорим о том, как вести себя за рулем при движении по скользкой дороге, когда очень высока вероятность заноса автомобиля. В таких ситуациях большинство водителей теряются, не знают, что делать и инстинктивно жмут на педаль тормоза. Посмотрите, что происходит. Торможение никак не помогает выйти из этой опасной ситуации. Итак, самое главное в борьбе с заносом – это его не допускать. Но если занос все-таки произошел, ни в коем случае нельзя нажимать на педаль тормоза. Это дестабилизирует автомобиль. Нужно, если машина у вас переднеприводная, давить на газ изо всех сил и, самое главное, вращать руль в сторону заноса. Немаловажно смотреть в ту сторону, куда вы хотите ехать, а не туда, куда несет ваш автомобиль. Итак, три главных правила в борьбе с заносом. Во-первых, вращаем руль в сторону заноса. Далее, на переднеприводном автомобиле жмем газ, на заднеприводном автомобиле газ наоборот отпускаем. И ни в коем случае не давим на педаль тормоза. Уже после того, как вы скорректировали занос, отловили автомобиль, вы можете смело снижать скорость, нажимать на педаль тормоза и безопасно останавливать автомобиль на дороге. Итак, мы узнали, как бороться с заносом. А в следующий раз мы узнаем, как парковаться лучше автопилота.